Ты кто такой? Зука Уилл Коксахирн Еще пару-тройку лет назад наш сегодняшний герой ночевал в автомобиле в надежде, что его очередной стартап оправдает себя. Однако уже сегодня он является ключевой фигурой криптоиндустрии. Удивительная история того, как человек из вечного неудачника превратился в ведущего разработчика технологии приватности для блокчейн-платформ и лидера мнений. Заинтригованы? Тогда давайте разбираться! Брайс Уилл Кокса, именно так нашего героя звали при рождении, появился на свет в Фениксе, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки. Родился он 13 мая 1974 года. Еще в детстве Зука увлекался криптографией и программированием. Окончив среднюю школу, Уилл Кокс поступил в университет Колорадо и активно занялся информатикой. Молодой парень с головой погрузился в учебу, но стечение обстоятельств помешало ему закончить начатое, и спустя некоторое время Зука Уилл Коксахирн бросил учебу в столь престижном университете. Однако случилось сие события не просто так. Зука получил крайне привлекательное предложение занять должность младшего Кодера в первом проекте по цифровым валютам «Гиги Кэш». А теперь вспомните, как наши одногруппники бросали учебу из-за незакрытого зачета по физкультуре. Молодой Кодер грезил мечтами создать собственный децентрализованный продукт под названием «Кибербакс». Однако тому было не суждено случиться, и после краха империи «Диги Кэш» будущий разработчик одной из самых анонимных криптовалют в мире перешел работать в «Моджа Нейшн», а затем даже поучаствовал в создании файлового хранилища «Таха Левс». Как мы сказали ранее, Зука работал над множеством проектов, но ни один из них не мог похвастаться стабильностью и развитием. В его биографии можно отметить такие работы, как «Треугольник Зука», «Симпл Гео» и другие. А вот что он говорил про свои попытки запустить первые цифровые деньги. «Я больше десяти лет создавал свою валюту, но все было напрасно. Нужно было подождать Сатоши». Известность к Зука пришла после выпуска проекта «Таха Левс». Стартап представлял собой безопасную децентрализованную и отказоустойчивую файловую систему. Именно с тех пор Зук обзавелся известностью, послужившей толчком для его дальнейшего развития в криптоиндустрии. В январе 2009 года Уилкок стал, вероятно, первым человеком, который написал в своем блоге пост про децентрализованные валюты, ссылаясь на создателя биткоина Сатоши Накамото. Однако спустя пару недель сам Сатоши ретвитнул пост Зука в качестве дополнения к релизу исходного кода биткоина на главной странице недавно созданной площадки bitcoin.org. Тем самым Уилкокс сумел обратить на себя внимание всего крипто-сообщества, став одним из трех человек, что удостоились получить почетное упоминание в разделе «Связанные ссылки». Что интересно, двумя другими были Вейдай и Нихсаба. Ну а теперь вы понимаете, какое место Зука занимает в этой игре. Вообще разворачивающаяся цифровая революция, запустившаяся с появлением биткоина, крайне заинтересовала Уилкокса. «Сама технология запала в душу Зука, и тот стал развивать идея создания независимых платежных систем». Вот цитата, которая крайне убедительно описывает Зука как личность. «Многие разработчики знают Зука как человека, который поддерживает только то, во что он действительно верит». Конец цитаты. Идея об отсутствии контроля со стороны государства, спецслужбы, банковских организаций, заложенная в саму суть биткоина, стала опорой для Уилкокса. Лишь спустя время сообщество нашло огромную брешь в главной криптовалюте десятилетия – прозрачность. Безусловно, открытость платежной системы является одновременно как плюсом, так и минусом. Но Уилкокс понимал потребность клиентов, поскольку даже в самом легальном поле существует масса платежей, которые обычные люди желают скрыть от посторонних глаз. И устранить все изъяны вызвался именно Зука. С того момента он и начал работать над созданием своей собственной криптовалюты. Шифропанк, немного активист, немного кодер и рекордсмен по провалившимся попыткам продвижения проектов децентрализованных файлообменников. Все это про одного человека, приложившегося к созданию одной из самых обсуждаемых криптовалют на сегодняшний день. Для разработки новой криптовалюты он пригласил Мэтью Грина, который еще в начале 80-х годов прошлого столетия разработал протокол ЗК Шаркс. Этот протокол обладал высоким уровнем конфиденциальности, что позволяло обеспечить анонимность при совершении любых операций. Именно ЗК Шаркс и стал главным компонентом криптовалюты Zcash, обеспечивающим полную анонимность транзакций. 28 октября 2016 года на свет появилась криптовалюта Zcash. Ее появление взбаламутило умы всех энтузиастов, увлекавшихся цифровыми валютами, ведь уже в первый день торгов на биржах криптовалюта Zcash обошла в стоимости сам биткоин. Однако еще на старте разработки Zcash Уилкокс испытывал большие проблемы. Ввязавшись в авантюру, он взял на последние деньги билет до Калифорнии в поисках инвесторов. Но и тут проблемы не обошли стороной Зука. Уже по прилету его чемодан похитили, заставив Уилкокса соскребать копейки, чтобы купить худо-бедно гельный костюм. Но в итоге Уилкокс убедил инвестора вложиться в стартап. Технология, стоящая за криптовалютой Zcash создана на основе открытого исходного кода, а это значит, что она может свободно модифицироваться и распространяться. Этот подход уже давно является главной отличительной чертой Zuka. Zuka Уилкокса Хирн по праву причисляется к шифропанкам. В это негласное движение помимо нашего героя также входят Тим Хадсон, Брэм Коэн, Адам Бекк и другие известные личности, ставшие на стражу конфиденциальности и безопасности данных пользователей в сети. Как и всегда, вы вправе самостоятельно оценивать наших героев. Плохой Zuka или хороший – решать исключительно вам. Но ни в коем случае нельзя отрицать, что парень сумел вырваться из пучины вечных неудач и стать знаковой фигурой в индустрии. Ему удался последний проект, несмотря на отсутствие денег, развод супруга и жизнь в автомобиле. Что ж, Zuka Уилкокса Хирн, теперь мы знаем, кто ты такой. Ну а вы не забывайте ставить лайки, а самое главное – пишите в комментариях свое мнение по поводу нашего сегодняшнего героя и делитесь предложениями о следующей личности, которая появится в нашем проекте. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы в следующий раз быть в числе первых, кто познакомится с очередным гением из крипто-сообщества. Мы говорим о людях!